Уральские заводчане сражаются за звание лучших танкистов. Силы пробуют в виртуальном пространстве. В кибертурнире по игре World of Tanks участвуют команды семи городов. С кем соперничают челябинцы, Елизавета Болдрева выяснила. Так что, все молодежи? Челябинск, давай! Честь Челябинска оставивают сотрудники ЧМК, ЧТЗ и ЧТПЗ. Команды заводчан сражаются за звание сильнейших на Урале в игре World of Tanks. Ну, скажем, времени не было на подготовку, так что сейчас, можно сказать, первый наш сбор. Так что, ну, может быть, не все так получается, как мы планировали. Но, в принципе, команда у нас сплоченная, так что надеемся победить. Чтобы выяснить, где трудятся самые сильные виртуальные танкисты, в игре World of Tanks сошлись семь городов Урала. Соперники Челябинска, Екатеринбург, Первоуральск, Нижний Тагил, а также Пермь, Курган и Магнитогорск. Большинство участников – не профессионалы, любители. До начала турнира пришлось пройти тренировочные бои. Мы провели тренировки с командами. То есть профессиональные киберспортсмены провели с каждой командой индивидуальные тренировки, подготовили их. И сейчас, собственно, мы видим, что команда уже показывает класс, то, чему научились. Организатор турнира – компания «Ростелеком». Они обеспечивают высокую скорость интернета с минимальной задержкой. Это для киберспортсменов по-настоящему важно. Для любителей компьютерных игр интернет-провайдер запустил тариф игровой. «Ростелеком» создал новый тариф «Играй по промо цене 2.0». Для всех пользователей интернета он предоставляет, конечно, отличное качество связи. А для игроков World of Tanks, особенно благодаря прямой связи с разработчиком игры, предоставляет минимальный пинг и множество бонусов, таких как танк 8 уровня с полностью прокачанным экипажем, место в ангаре и премиум аккаунт на весь срок действия тарифа. Первыми двумя финалистами стали заводчане Первоуральска и Екатеринбурга. Третий определится в ближайшие выходные. Они поедут на межрегиональный этап турнира «ОН» 8 сентября в канун Дня танкиста в Нижнем Тагиле.